Все материалы были предоставлены с сайта maincraftmain.ru Главный новостной сайт по Майнкрафту Друзья, наконец-то это свершилось. Вышло новое обновление Майнкрафта под названием Вместе Веселее на всех платформах. С чем я вас и поздравляю. Вероятно, это самое значительное обновление, которое Моджинг выпускала за все время. Это новая версия игры, которая позволяет игрокам Xbox, мобильных устройств, устройств виртуальной реальности и Windows 10 играть вместе. И это еще не все. Это обновление позволяет вам в магазине Моджанга получить доступ к бесчисленному множеству классных вещей, созданных игроками. Оно позволяет вам играть в реаламс, используя игровую консоль, а потом схватить телефон и продолжить игру с того же места. Оно позволяет вам подключиться к огромным серверам, на которых миллионы игроков играют в самые необычные мини-игры. Приглашаю вас на краткий просмотр нового обновления Вместе Веселей. Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну вы, у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Начну с того, что сейчас очень трудно получить это обновление. Об этом пишут сами разработчики Майнкрафта. Связано это с тем, что вышло оно одновременно на всех платформах. И сервера Моджанга сейчас просто разрываются. Например, я до сих пор не могу установить его на свой айфон и на 10-ый Windows. Мне приходит обновление, но после установки запускается старая версия. Поэтому сегодняшнее видео это краткий обзор на новую версию Майнкрафта. Может на момент монтирования видео у меня получится получить обновление. Простите за талфтологию и я постараюсь записать для вас футажи новой игры. А пока приступим к самому обзору новинок. Что нового в Майнкрафт 1.2? Это цветное стекло, фейерверки с возможностью ускорения полета на элитрах, попугаи, стойка для доспехов, проигрыватели, пластинки, книга рецептов, книга с пером, обраги, каменистая земля, новые параметры создания мира, выдача карт на старте, бонусный сундук, доверенные игроки, новые игровые правила, отображение координат, взрывы динамита, естественная регенерация. Добавлена команда Тикарея для создания активных зон, которые обновляются даже при отсутствии поблизости игроков. Эдакий чанклоудер без модов. Система полномочий игрока. Яйцо призыва зомби-крестьянина. Параметры игры по сети. Просмотр развертки. Переключаемая подсветка выделенного блока. Прозрачность интерфейса. Расширенные параметры на стойке многопользовательской игры Xbox Live. Новые загрузочные экраны с полезными подсказками. Они реально полезны. Это интересные факты, которых нет на Майнкрафт Вики. Обучающий раздел. Возможность экспорта в ремикс 3D. Но это только для Windows 10, но об этом мы поговорим с вами в отдельном видео. Новые достижения. Сервера-партнеры. Такие как Майнплекс, Майнбот и скорее всего через некоторое время появится даже Хайпиксель. То есть вы сможете играть на своем Покет Эдишн на сервере Хайпиксель. Также есть приглашение в Realms через специальные ссылки. То есть не нужно будет уже танцевать с бубном и приглашать своих друзей каким-то образом. И текстуры теперь могут оформлять главное меню и игровой интерфейс. То бишь так же как в Java версиях игры. Вот такое у нас появилось на всех платформах, кроме Java версии Майнкрафта. Но что же касается улучшений. Какие же они? Давайте про них поговорим. Изменение баланса звуковых эффектов и музыки. К примеру, дождь будет значительно тише. Теперь гораздо проще бегать под водой, если одновременно выпить зелье водного дыхания и ночного зрения. Зельеваркам теперь необходимы огненные порошки в качестве топлива. Ледяные блоки стали полупрозрачными. Карты можно держать во второй руке и на них еще отображается портрет игрока. Миры получили режим доступа только по приглашению, только для друзей или друзья друзей. Различные улучшения в пользовательском интерфейсе. Пересмотрена привязка кнопок, чтобы назначить возможность поднимать блок на игровой контроллер. Качество отображения облаков и листвы теперь можно выбрать в настройках видео. Скины можно менять прямо в режиме паузы. Сообщения в чате можно отключить. Добавлена анимация в хотбаре при подбирании предметов. В городах Энда будут создаваться цветные стекла и флаги. На мощных устройствах увеличено максимальное количество игроков в мире от 5 до 8. Скорость установки блоков теперь соответствует скорости перемещения игрока. Это я вообще не замечаю, это я вообще не могу понять, что это такое точно. С увеличением высоты температура понижается, а на большой высоте теперь будет идти снег. Физика. Рилток. Новая текстура у блока наблюдателя. Теперь он мигает красным, когда выдаёт редстоун сигнал. Скорректирован цвет, которым мигают мобы при получении урона. Кирпичные блоки, назаритовые кирпичи и глиняные блоки переименованы, чтобы отличаться друг от друга и других предметов. Подводные частицы, мать его! Листья тропических деревьев теперь прозрачны на мощных устройствах, при включении красивой листвы в настройках. Изменён звук взрыва крипера и добавлен звукового эффекта размещения ока Эндера в рамки портала и открытии портала Вент. Ну как же без этого? Как же я, мать его, жил без такого обновления, чтобы когда я вставлял ока Эндера в портал Края, был звук. Ё-моё! Прям всю жизнь про это мечтал. Пока что всё. Видео вышло не очень информативным, но, увы, пока только так. Надеюсь, завтра у меня получится сделать для вас по-настоящему годный обзор всех нововведений, а пока только так. Напишите мне в комментариях, получилось ли у вас скачать данное обновление, мне будет очень интересно почитать. А пока будем ждать. Надеюсь, вам понравилось это видео, меня зовут Неркин, и помните, мы открываем Майнкрафт по-новому. Ещё услышимся!